Система, которая выросла, управленческая при Сталине, она как бы рассчитана на то, что в центре сидит умный человек. Но это связано с большой ошибкой, которую совершил Сталин. Михаил Васильевич, мы видим на практике, что в ужасном обществе руководители государства озабочены зачастую тем, кто будет преемником после того, как они уйдут с высших постов, с поста президента, руководителя страны. Как, на ваш взгляд, получилось так, что мудрый руководитель Иосиф Александрович Сталин, который очень много сделал для страны в плане диктатуры пролетариата, создания общества трудящихся и так далее, почему он, на ваш взгляд, не позаботился о том, чтобы у него был достойный приемник, чтобы страна не скатилась туда, куда она скатилась после его смерти. Либо эти процессы были запущены еще при нем, он их упустил, либо не позаботился на будущее. Вот на эту тему расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, надо так сказать, что это представление о том, что вот каждый себе готовит приемника, оно довольно странное и бюрократическое. Потому что вожди классовой борьбы рождаются в боях. В политических, в настоящих боях, военных, что этот вопрос так не решается, что я кого-то подготовил, и этот, кого я подготовил, и будет преемником. Но рекомендовать кого-то он, партии. Рекомендовать, вот Ленин никого не мог рекомендовать. Обратите внимание, тоже, вот это же тоже проблема застарелая в этом смысле. Вспомните последнее письмо Ленина, где он говорит, что Троцкого нельзя, не большевизм, потому что у него и не случайно не большевизм. Поэтому даже разговора не может быть. И Бухарин, самый молодой, считающийся теоретиком и любимцем партии, ничему не учился и никогда не понимал вполне диалексики. Это, скажем, указание для будущего поколения, чтобы они это делали. Но это и Бухарин, как говорится, не взял себе на вооружение. Но и остальные, в том числе и Сталин, не взял себе на вооружение, потому что и при Сталине так же получилось, что не изучали диалексику и обходились без нее. Но самое-то главное, что откуда могут появиться преемники? И преемники должны прийти снизу. И они должны прийти благодаря тесной связи с рабочим классом. Мы же хотим, чтобы преемники были не из бюрократической системы, а те люди, которые тесно связаны с народом, как Ленин, как Сталин и так далее. Потому что таких преемников, которые заверяли, что они за эту линию, за генеральную, было очень много. И Хрущев, который, так сказать, вроде рвал и металл, и доказывал, что он готов, так сказать, отстаивать любые позиции Сталина, а оказался гнусым человеком-предателем. И от предательства никто не защищен. Это во-первых. Во-вторых, Сталина стали поливать грязью, а товарищ Молотов, он же Скрябин, его подлинная фамилия, вот, значит, как-то на это никак не среагировал. Ну, тогда он боялся, может, среагировать. Может, потом, когда на пенсию вышел. Ну, как-то вот мы и слышали голос. А ведь Молотов был председателем Совнаркома, председателем правительства до войны. А во время войны уже Сталин стал. То есть, Молотов-то мог бы, наверное, что-нибудь сказать? Вот он преемник вполне. Почему нет? Нет. Так. Был Каганович, который очень активно участвовал во всяких делах и так далее. Где он этот Каганович? Да, спокойно они взирали на то, как все дело их жизни, в котором они участвовали, разрушается. В чем тут дело? А дело в том, что вот система, которая выросла, управленческая при Сталине, она как бы рассчитана на то, что в центре сидит умный человек. Стоит туда прийти какому-нибудь подлецу или идиоту, то все начинает разрушаться и разваливаться. Почему? Потому что эта система не предполагает замены людей благодаря требованиям снизу. Это же плохо. Это плохо. И поэтому это связано с большой ошибкой, которую совершил Сталин. С ошибкой, потому что он никогда теоретически от этого не отказывался, но практически от этого отошел. У нас же в Конституции 1918 года и во всей теории было записано, что Советы это органы, которые создаются по трудовым коллективам. Более того, ну скажем, чего-то мог там Сталин не читать, или там Конституция в конце концов была одна, стала другая. Но ведь программа партии была. Программу партии генеральный секретарь обязан выполнять сам и организовывать ее выполнение. В программе партии, прежде всего, решает вопрос о власти. Что по вопросу о власти записано было в программе партии, которая была принята на 8-м съезде РКПБ. Основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. В 1936 году от этого и партия, и дальше государство отошло, и оно потеряло советский характер. Поэтому вот то самовоспроизводство, которое давала советская власть, потому что можно было любого отозвать. Сегодня вас не избрали на заводе, и вы уже не депутат. Тысячи человек выбирали одного депутата городского совета. А уже дальше городские советы посылали делегатов на съезд советов, и эта двуступенчатая система выборов гарантированного права отзыва депутата. С 1936 года 600-700-800 тысяч избирателей избирали одного человека в Верховный Совет. Было ясно, что отозвать уже они его снизу никак не могут. Это может сделать Аркадий Диэл, что-то организовать какой-нибудь отзыв, это может сделать какое-нибудь правительство, но люди снизу не могут. И поэтому с 1936 по 1936, считайте, 50 лет шло загниение всего государственного аппарата. А бесконтрольность такая, она разлагает самых лучших людей. То есть они решали сами, что они будут делать, невзирая на то, что думают по этому поводу трудящихся. Отсюда и такой вывод, что и ГКЧП, которое пришло, оно точно так же было оторвано полностью от трудящихся, от народа, когда оно пыталось спасти Советский Союз от Горбачева и Ельцина. То есть это вот застарелая боясь и крупнейшая ошибка. Если мы говорим, что партия и вообще эти революционеры учатся на своих ошибках, надо научиться на этой ошибке, что отказываться от этого принципа никакой мере нельзя. Есть буржуазная власть, она построена как буржуазная демократия. А есть социалистическая власть, она должна быть построена как власть советская, когда основной избирательной единицей, пусть не называют даже со словом советы, но важно, чтобы основной избирательной единицей, основной ячейкой государства был бы завод-фабрика. Поэтому это то, что при жизни Сталина не могло дать больших отрицательных результатов, потому что Сталин за этим следил и сам вычищал этот самый аппарат постоянно. И даже, так сказать, с большим усердием вычищал аппарат от примазавшихся, от тех, кто уходил от генеральной линии. Но как только Сталина не стало, значит, эту работу уже никто не делал. Потому что партия должна была быть сориентирована на это, на то, чтобы поддерживать советы, через них советскую власть. Вот можно так ответить на это вопрос. Это вопрос серьезный о понимании устройства. А совет Ленин считал ограниционной формой диктатуры пролетариата. То есть у нас власть по сущности диктатура пролетариата должна была бы быть, а по форме она власть советов. И это то, без чего мы эту проблему в преемственности решить не можем.